Так, поправляю камеру пока. Всем здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Сегодня у нас эфир будет про моделирование. Короткие ногти мы с вами будем делать, скажем так, продолжим тему предыдущего эфира на той неделе. Сегодня мы будем укреплять форму квадрата, но из короткого овала сделать квадрат. Здравствуйте, всем здравствуйте! Часто бывает, когда у нас клиенты поносят одну форму, потом решают, что им нужна совершенно другая. Вот, например, мы укрепляли с вами в тот раз овал короткий, сейчас из овала мы будем делать с вами короткий квадрат. Вот, без постановки формы, без акригеля, жидким гелем, ну, то есть средней консистенции, да. Вот, ну, представим, что у нас с вами нет какого-то очень густого геля под рукой, да, и мы будем с вами справляться обычной консистенцией. Такая практика сейчас, скажем так, в моде, любят все работать одной баночкой, мы, правда, сегодня с вами не одной баночкой поработаем, а двумя. Почему? Потому что я хочу сделать, ну, такой эффект легкого омбре. Вот, сейчас в моду а-ля натурель у нас входит, и омбрешки тоже опять у нас возвращаются, и быстрее всего их делать гелями, конечно. Тем более, когда у нас такой выбор гелей цветных сейчас в ассортименте, то есть не сделать какой-нибудь нежный омбре, просто нереально. Сейчас немножечко. Ага, вот, вот так. Так, работать мы сегодня с вами будем гелем Милки Вайт молочным, и возьмем один из цветов, из цветнов, из новинок, Фокси Гель. Мы по свойствам с вами в прошлом эфире разбирали наши новинки, но я сейчас немножечко повторюсь. Новые цветные гели вышли в ассортименты четырех цветов, вот, и они жесткие в выравнивающем слое и эластичные в тонком нанесении. Это идеальная формула, потому что, что нам дает эластичность в тонком нанесении? Это значит, что у кутикулы в самом мягком месте на нашем ноготке не будет от слоек. Ну, конечно же, если мы правильно положим материал. И что нам дает жесткость в толстом нанесении? Это значит, что этими гелями можно наращивать, можно делать исправление архитектуры, коррекцию. Вот, они будут очень хорошо держать стрессовую зону, там, где у нас больше всего материала должно быть, да, и наш торец. Вот, их можно выпиливать. Они держат хорошо арку и при наращивании, и при коррекции, при поджатии тоже, и не разжимаются при дальнейшей просушке. Вот, то есть, я считаю, это прям идеальный такой кумба по свойствам. И плюс еще они очень плотные, цветные цвета, очень такие, скажем так, яркие, но, тем не менее, с ноткой постели. Вот, поэтому очень красивые. Ну что же, давайте я буду переворачивать камеру. Чем будем работать сегодня? Покажу. Soft Melky White, один из моих самых любимых молочных гелей. По свойствам он тоже, ну, такой средней жесткости, причем в толстом нанесении он тоже будет средней жесткости, а в тонком нанесении он будет эластичный. Вот, поэтому тоже идеальная формула. Он белый, но не кипельно-белый такой, знаете, чтобы на ногте прям как замазка был. Нет, он очень деликатный, с ноткой прозрачности. Вот, у нас есть просто Soft Milk. Он с розовым слегка таким подтоном. Этот чисто белый называется еще раз. Давайте посмотрим. Soft Melky White гель. Вот, и будем с вами еще работать одной из новинок. Foxy гель. Это вот такой вот оранжевый, красивый, яркий гель. По свойствам тоже вам уже, да, вначале рассказала. Сейчас посмотрим на его консистенцию. Такая средняя консистенция. Вот, хорошо выравнивается. Не сильно течет. Но, тем не менее, конечно, он не такой густой, чтобы там в низточной технике можно было им доращивать. Нет. Ну, мы постараемся с вами сегодня им тоже поработать. Смотрите, что будем делать. Я уже подготовила, конечно, ноготочек. Он у меня здесь овальной формы. И чуть-чуть базы здесь осталось. Не стала я уже снимать до конца, ноготь травмировать. Поэтому чуть-чуть осталось. Вот. Наша с вами задача дорастить уголочки и чуть-чуть-чуть длины. То есть сделать четкий маленький квадратик. Вот. При этом, чтобы он был не сильно выпуклый. То есть, да, у меня ногти не арочные, не выпуклые. То есть, продольный изгиб очень такой неярко выраженный. И нам желательно тоже сделать так, чтобы все это смотрелось очень тоненько. Вот. Потому что сейчас у нас мода на натуральность, да. Мы уходим от высоких апексов. Стараемся сделать покрытие тонким, но в то же время, чтобы оно осталось крепким. Вот. Сегодня над этим с вами и поработаем. Вот. Какая у нас подготовка? Как обычно, для гелевого покрытия, гелевой коррекции нам необходим нейлпреп. Это дегидратор, который вытягивает лишнюю влагу из ногтя и также остатки каких-либо косметических средств. Например, если пользовались кутикул-ремовером или клиент пользовался каким-либо лосьоном, кремом. Ну, все, что могло хорошо впитаться в кожу, под кутикулу попасть и напитать наш птереги, грубо говоря, да. Вот. Дальше ультрабонд. Это наш двухсторонний скотч. Он применяется для дополнительной сцепки с натуральным ногтем материалом. Вот. И база супербонд гель. Тонкий слой, но не втирающий, а такой обычный. Для чего обычный? Потому что нам нужна не только сцепка, но еще и, скажем так, эффект подушечки, да, все-таки между ногтем и жестким материалом. Вот. Поэтому толстый слой не наносим. Он тоже может быть, знаете, опасен для ногтевой пластины. Может дать отслойки. Но и супервтирающий тоже не стоит. То есть обычный средний слой. Покажу, как наносим базу. И смотрите, ультрабонд в этой сцепке может быть необязателен, если мы базу меняем гелевую, супербонд гель, меняем на баз. Гель – это гель-лаковая база. Тогда мы из этой цепочки убираем еще и ультрабонд. И у нас подготовка идет только из двух жидкостей. Нейлпреп дегидратор и база эластичная, тонкая. Она очень тонко ложится. Гель – это гель-лаковая. В каком случае мы будем с вами применять именно вот такую связку, если у нас у клиента влажные ручки. Влажные ручки – значит гелевая система, она чисто гелевая система, да, может не так хорошо стоять. Поэтому в зоне кутикулы давать отслойки. Поэтому мы поменяем с вами гелевую базу на гель-лаковую, потому что она пористая, мягкая, эластичная и немножечко будет задерживать влагу. В остальных случаях я рекомендую все-таки вот такую связку в гелевом моделировании. Неважно наращивание, укрепление или коррекция. Так, ну что же, приступим. Какая у нас подготовка должна быть? Конечно же, я сняла материал. Если это ваш клиент и у вас здесь материал, который вам под цветовой гамме не будет мешать, то этот слой желательно тогда не убирать в ноль. Но здесь у меня было цветное покрытие, и мне пришлось убрать в ноль, чтобы сделать совершенно другой дизайн. Так старайтесь оставить все-таки часть материала на ногте. Сделала я уже маникюр, поэтому сейчас моя задача просто зашлифовать ногтевую пластину, поднять чешуйки. Для этого мне не нужно постоянно елозить пилкой или бафом, желательно даже бафом, а не пилкой-пилкой. Даже мягкая сторона, она будет травмировать ногтевую пластину еще сильнее. Чем меньше у нас клеточек на ногтевой пластине, тем ноготь будет влажнее, тем материал будет нестабильнее держаться. Все хуже и хуже. Соответственно, стараемся не травмировать ногтевую пластину и работать деликатно, потому что наша задача с вами все-таки под покрытием держать, вырастить и держать здоровую ногтевую пластину. Причем клеточевая пластина в зоне ложи, вот в свободной красе часто боятся, сейчас отвлекусь от темы. Выпиливать ноготь, например, бояться с внутренней стороны, когда нам надо клюющие поднять, да, потому что я же их растила, это же мои родные. Ну вот если у вас есть такая проблема с клиентами, они не хотят выпиливать или боятся еще это делать, да, просто приведите такую аналогию. Вот смотрите, у вас кончики секущиеся есть, как бы в целом волосы красиво, здорово выглядят, но кончики нам постоянно, извините, мешают. Вот мы же их состригаем, вот точно так же и свободный край, тот, который мешает, тот, который отслаивается, мы убираем. Вот, как бы аналогия очень понятная, соответственно, проблема должна быть решена. Дальше, я беру баб и делаю вот такие движения, то есть поднимаюсь с этой стороны, прорабатываю вверх и спускаюсь с этой стороны, с противоположной, да. Смотрите, какие движения, раз, два, три, перевернула пальчик, четыре, пять, все, середину я вот такими движениями прошла снизу. Все, если я не попала четко в синус, значит, я беру баб и вот таким движениями туда-сюда почесала. То есть, все, этого достаточно. Нам нужно заматировать с вами, сейчас я пройдусь хорошенечко, как должна, вот так, заматировать с вами нашу ногтевую пластину, то есть снять липидный слой. Все, потому что только липиды нам мешают с вами присоединить материал к ногтю. Дальше я обезжириваю евроклинсер, но этого мне недостаточно. Я также беру нейлпреп и прорабатываю всю ногтевую пластину быстрыми движениями. Здесь экономим время, потому что у нас препарат обезжиривает ногтевую пластину буквально в доле секунды, пару секунд. Как понять, что нейлпреп или любой другой этигидратор хороший? Он оставляет белесость на ногтевой пластине и очень быстро испаряется. Нам важно здесь понимать, что под синусами, под кутикулой у нас препарат испарился полностью. Дальше наносим ультрабонд. С ультрабондом здесь тоже нужно быть чуть поаккуратнее. Многие это уже слышали, но сейчас еще немножко повторюсь. Я использую его примерно до половины флакона. Дальше он идет у меня уже на дизайн и подкрепление втирки, либо же создание липкого слоя на нейлдрессах. То есть на любых наклейках, которые снимаются на водной основе. Почему? Потому что чем чаще мы его открываем, тем больше он подвержен загустеванию и в процессе может дать отслойки. Но когда он свеженький, это очень хороший препарат для сцепки. Как наносим? Легкими движениями в три полосочки. Вот чуть-чуть у меня кисточка разъединилась. Вот здесь пройдусь, где разъединилась. Все. То есть у меня на ногте не должно быть супер какого-то большого липкого слоя. Вот видите, он блеск такой слегка сатиновый. Этого достаточно. Высыхает на воздухе. Здесь нужно немножечко потерпеть, где-то около минутки. Но смотрите, мы с клиентами работаем конвейером. Соответственно, пока вы наносите на вторую руку, у нас первая уже сохнет и подготовилась к работе. Дальше мы наносим уже здесь базу. И уже все готово у нас к работе. Так, смотрите, дальше по поводу базы. Тоже хорошо вытираем об лакон. На одной стороне оставляем чуть больше, небольшую капельку. На другая сторона кисточки абсолютно чистая. И сейчас я буду делать такие втирающие, дрожащие движения. Но мы так не оставим. Я это делаю для того, чтобы у меня хорошо база проникла между чешуйками. Очень хорошо прорабатываем с вами боковые линии. Если там не будет базы, соответственно, у нас... Многовато сейчас сниму. Соответственно, у нас там пойдут отслойки. Это очень частая причина отслойок. Не замечают, что не дорабатывают боковые линии. А гель кладут туда. Получается, гель на голый ноготь равно отслойка. И теперь я легкими движениями, не смазывающими, а просто ровняющими. То есть какое-то количество базы у меня здесь есть. Она присутствует обычным нормальным слоем. То есть я не вытерла ее с ногтевой пластины. И сушим. Я рекомендую все-таки работать конвейерным способом под одному пальцу. Потому что, когда мы красим 4 пальчика базой, то у нас на первом... Да, мы уже четвертый красим. А на первом у нас может база чуть-чуть подскочить от краев ногтевой пластины. И тогда там тоже будут отслойки. Поэтому за этим тоже следите. Быстрее, чем вы покрасите 4 или конвейером, ну не будет. Одинаково. Все равно одинаково. У нас одинаковое количество ногтей. Вот. Вы просто можете быстрее движение делать. Это да. Вот. Так. Практически досушили. Сейчас досушится. Я ставлю 2 раза по 30 секунд. Поставила сейчас базу. И смотрите, здесь дальше, если мы хотим с вами из двух гелей сделать легкий эффект амбре, нам нужно понимать, какие они по свойствам и какие они, скажем так, по цветовому своему наполнению. Вот. Если мы возьмем вот эти два, то они между собой, ну примерно по свойствам одинаковые будут. Милки Вайт чуть-чуть будет все-таки поэластичнее, Фокси будет чуть пожестче. Это раз. Во-вторых, смотрим по цвету. У нас понятное дело, что Фокси гель более насыщенный, более пигментированный цвет. А Милки Вайт все-таки с такой легкой прозрачностью. Поэтому логично предположить, что если я сделаю свободный край молочным, а сверху возьму более пигментированный гель, то растянуть его мне будет тяжелее. И молочного у меня останется очень мало. Поэтому в этом случае я возьму на проработку угловой свободного края все-таки более пигментированный гель, а на верхнюю перетяжку, да, и от кутикулы, кстати, у нас очень хорошо молочный ляжет, очень плавно отрастание будет. Я возьму молочный. Если ваш молочный более пигментированный, а цветной гель с ноткой прозрачности, тогда наоборот. Мы делаем с вами свободный край белый, а растягиваем от кутикулы цвет к свободному краю уже цветной. Здесь смотрите по своим материалам, по своим гелям, да. Например, я часто делаю мелкий вайт на свободный край, а в зону кутикулы софт пинки. По-моему, вот так называется. Сейчас, секундочку. Софт роз. Вот, софт роз. Если бы у меня вот такая была комбинация, да, смотрите, вот такая комбинация, тогда бы здесь свободный край, вот это ложе. Почему? Во-первых, вот этот более пигментированный, вот этот еще более прозрачный будет на ложе. И, во-вторых, жестче у нас мелкий вайт и очень эластичный у нас софт роз, да. То есть, вот этот момент тоже продумывайте обязательно, потому что иначе вместо четкого квадрата вы получите трапецию, потому что мягкий эластичный гель, он просто у вас, скажем так, раскроется в трапецию. Вот такой момент есть. Так, ну что же, сейчас мы с вами приступим к поэтапному доделыванию наших уголков. Что нам нужно сделать, да? Нам нужно с вами сначала доделать уголочки немножечко, и потом от середины ноготочка к свободному краю создать плотный, такой небольшого все равно объема, потому что ноготь короткий слой геля, укрепление. Сейчас, пока я доделываю уголочки. Гель очень хорошо отстает от кожи, поэтому, если вдруг у вас капелька попала, потому что здесь невозможно, она все равно попадет. Вот, а в этом случае, то не расстраивайтесь, отщелкнем и опилим, ничего страшного. Главное, чтобы в пазуху там не залилось сильно, это понятное дело. То есть, кладу вот так вот небольшое количество геля и чуть-чуть его подтягиваю, доделываю вот здесь ширину и быстро прихватываю. Так нам нужно поработать с вами, ну, некоторое время, если у нас нет какого-то там цветного акригеля или геля желея. Акригели я, конечно, на четкие квадраты вообще не рекомендую. Почему? Потому что у нас клиент просто придет с толстыми торцами, потому что акригели, они по своим свойствам чуть-чуть более пористые, чем гели. Да, это жесткая система, твердая, хорошо держит арку, но на четкие квадраты не совсем подходит. Таким способом доделываем. Подскакивает очень быстро. Сейчас, секунду. И мы работать здесь с вами в основном будем только с свободным краем. Даже в опиле будет свободный край, а молочный мы с вами будем выкладывать уже начисто. Поэтому не переживайте, что вам сейчас надо будет и торец опилить, и потом еще поверхность опилить. Нет. Здесь будет только один. Только один опил. И еще разочек по краюшку теперь я это делаю. Только чуть площадь увеличиваю. Макисточка у меня цепляет валик мой. То есть нам надо в ширину с вами доделать. Не высоту, а ширину. Схватываем буквально по 3 секундочки. Если у вас лампа очень быстро слушает, то буквально по 3 секундочки. И с этой стороны еще немножечко. Можно использовать такой LED фонарик. Здесь я уже побольше беру. Но я не очень их люблю. Они недостаточно мощные. Вот. Здесь я и приподнимаю немножечко торец и плюс доделываю. Еще чуть-чуть подсушу. Дальше от серединочки ноготочка я сейчас буду раскладывать наш цветной гель. Старайтесь разложить его ровненько и так, чтобы у нас чем ближе к кутикуле, туда к основанию, тем он ложился более прозрачно. То есть не наваливаем. Но они опиливаются очень хорошо, поэтому, в принципе, не будет таких проблем. То есть плавненько все получится. Я сейчас добавлю по боковым линиям здесь материал. Он очень текучий. Действительно, сложно достроить, но возможно, если у вас другого варианта нет. Вот именно вот такой вид омбре вы хотите сделать. И доделаю еще свободный край. Чуть-чуть. То есть это возможно, это реально. Почему бы нет? Мы можем сделать такое укрепление. Сушим. Здесь поджимать нам ничего не нужно, потому что мы наоборот доделывали, расширяли. То есть там и так достаточно материала. Ноготка не очень много. Углы у нас все доделаны. И сейчас такой маленький нюанс. Дело в том, что у нас гель немножко подскакивает, поэтому вот здесь уголочки, они такие подпрыгнутые. Поэтому сейчас я их тоже отдельно доделаю. Раз. И с другой стороны тоже сделаю. Если мы работаем быстро, то это не долгая работа, тем более на короткие ногти. Если бы у нас была какая-то желаемая длина совершенно кардинально другая, то я бы, естественно, просто нарастила. Ну, сейчас с вами разбираем такой вариант. И вот здесь вот уголочек внизу тоже я подделаю. Все. Теперь сушу. Это две минуты желательно, да? Потому что нам обязательно нужно, чтобы материал просох. Особенно пигментированный, вот такой сильно пигментированный материал, он должен просохнуть абсолютно точно не меньше двух минут. Я когда тестировала вот эти гели, в маленькой просушке 30 секунд, на которой мы поджимаем, чуть-чуть остается на форме, когда я снимаю наш тест, липкость оранжевая, то есть он не досыхает. И этот момент меня немножечко как бы напряг, и я думаю, так, ну, что-то непонятное. Вот, понятное дело, что я поджала и отправила обратно сушиться, поэтому я его протестила в разных секундах. И оказалось, что от минуты он просыхает, ну, как бы полностью липкости не оставляет. Вот, но это в эмилампе. То есть в любом случае досушиваем материал полностью. То есть даже если мы поджали, кладем обратно и досушиваем. Я рекомендую все-таки 2 минуты, потому что у всех лампы разные. И производитель тоже в аннотации к продукту говорит 2 минуты, не меньше. Поэтому для скоростных мастеров это будет не очень радостные новости. Да, мы любим на просушку там 30 секунд тратить, но нет, нет, потому что мы за безопасность. Если у нас материал не досох и остался влажным, да, на ногтевой пластину, это, во-первых, отслойки, либо даже мигрирование нашего какого-то препарата, которого не досох, да, база, гель в ногтевую пластину. Но это может быть накопительный эффект и аллергическая реакция. Даже с супер очищенным, хорошим, качественным материалом. Просто допустив ошибку, не досушив материал. Вот, поэтому досушиваем обязательно. Так, все. Мы его теперь обезжириваем и опиливаем. Вот это единственный опил, который у нас будет с вами. Начинаем с параллели. Если у меня чуть-чуть там на валик что-то натекло, да, раз я вот так отсоединила спокойненько, в пазухе, конечно, у нас ничего натечь не должно. А вот если присоединилась капелька к валику, ничего страшного. Мы ее чуть приподнимаем и опиливаем. И делаем боковые параллельки. Ровную площадочку, да, вот здесь. У нас здесь тоже такой вот наплыв уточки носик. Поэтому это наша толщина. Поэтому мы с вами здесь проработаем немножечко. Чтобы все было ровненько. Сейчас зацепляемся за флаконы. Стараемся вот здесь не сильно спиливать, потому что здесь тонкий слой геля и сразу база идет, да. Теперь боковая часть ногтя. Четкие ровные полосочки делаем. И спускаем в боковую параллель. Если мы владеем техникой опила, то здесь небольшая работа. Главное сформировать четкий красивый квадрат. Скорбляем. Чуть больше у меня здесь материал. Сейчас еще раз вернусь, пройдусь. Ориентируйтесь по торцу. То есть смотрите в торец. Делим ноготочек пополам, как обычно, да. По центральной оси пальца. Смотрим в торец. И относительно центральной части ногтя смотрим вот эти наши спуски. И так ориентируемся, насколько у нас квадрат четкий, красивый. Также еще можно перевернуть его и посмотреть параллели, выходящие от синуса в перевернутом. Тема сегодня у нас переход с короткого овала на квадрат. Мы с вами застроили гелем фоксигель уголочки. Гель жидкий. Он, конечно, не очень удобен для этой схемы, но я все равно решила эту тему поднять, потому что многие любят работать одной баночкой. И это очень актуально сейчас. И курсы. Многие, наверное, заметили, да, что сейчас даже в рекламах курсов многие преподаватели, они как раз акцент ставят, что вам не нужно покупать 100 баночек, вам не нужен там акригель, полигель, вам не нужен гель желе, достаточно одной баночки средней вязкости, и вы все можете ей сделать. Да, можете. Поэтому я показываю. Но мы сегодня с вами все равно двумя банками будем работать, потому что я хочу сделать эффект омбре. Я очень люблю эту тему. Вот, поэтому показываю вам. Но, тем не менее, вот мы с вами выполнили все-таки доращивание наших уголочков одной баночкой вот этого средней вязкости геля. Вот. Равняю. А теперь пройдусь по нижним параллелям. С этой стороны, с этой стороны. Да, сейчас гель очень актуальна. Спасибо. Да, сейчас идет такой бум. Так, опиливаю свободный край теперь на то, что гель-лаковые системы опасны, лучше ими не работать, эта кислота, это плохо, это зло. Все, надо переходить на гели. Но на самом деле, я так скажу, мы сами привели к этой ситуации, потому что гель-лак никогда не был предназначен для укрепления длинных ногтей, для укрепления, вообще для укрепления, скажем так. Это материал, который эстетику несет, да, грубо говоря. И то, что есть, то мы и покрываем. А гели уже для всего остального. Исправление архитектуры, укрепление и все там подобное. Переворачиваю, смотрю. Ну, вроде бы вот, вроде вот все хорошо. Вот здесь вот мне чуть-чуть еще хочется сформировать, скажем так, спуск поплавнее к боковой параллели. Опять же, я посмотрела в торец, да, и вот мне здесь по верхней арке не понравилось. Так, дальше я беру и зашлифовываю все, всю ногтевую пластину. Почему? Потому что здесь у меня база гелевая была. Вот, и я ее обезжирила. Поэтому я сейчас зашлифую всю поверхность ногтя. Вот, у нас плавненький. Все равно такой переход здесь должен быть, но он у меня не настолько плавный, как мне бы хотелось. Мне бы хотелось еще плавнее оранжевый вывести. Что я могу для этого сделать? Я могу, конечно, взять сейчас и еще раз пройтись оранжевым, но не буду терять на это время. Просто имейте в виду, что можно чуть-чуть выше приподнять, если вы будете эту технику пробовать. Так, новые гели более жесткие, чем софты. Да, они более жесткие, но при этом у них уникальное свойство. Они в тонком нанесении очень эластичные. Вот, софты не такие. У них есть, есть там две группы софтов, даже я бы сказала. Софт пинг, софт нюд, софт милк, софт милки вайт. Они более, скажем так, эластичные. В целом, вот, такой, средняя жесткость, но больше, все-таки, они более стабильные, более такие жесткие. Вот, если брать, например, софты цветные, софт роз, софт кливия и еще два, фиолетовый и голубой, они полностью эластичные, даже в толстом нанесении. А вот новые цветные фокси гель, у них уникальные свойства. Они в тонком слое эластичные, как цветные софты, а в толстом слое они будут чуть даже жестче, чем софты из классики. Вот, вот такой момент. Поэтому, покупая гель, обязательно их проверяйте. Так, ну что же, я все обезжирила, теперь я беру софт мелкий вайт. Так, делаю сейчас слой мокрый пол. Подождите, я убрала, смотрите, свободный край, здесь он четкий, а здесь у меня осталось вот это вот все. Можно это после финиша выпилить, но я не люблю это делать, на самом деле, потому что часто бывает такой, заспешил, по невнимательности, у нас фреза реверснула по уже готовому ногтю. поэтому вот этот этап сейчас мы с вами сделаем, чтобы потом не было никаких неприятностей. Вот. Давайте, доработаем до конца уже наш свободный край. Сейчас. Я использую здесь фрезу елочка. Можно использовать какие-то тоненькие креды, цвета, складные. мне удобнее работать именно этой. Сначала я торец делаю по тонкости такой, как мне нужно, выставляя прямо на себя и здесь получается ну где-то 40 градусов фреза, вот так. Так я формирую толщину торца желаемую, а все лишнее выпиливаю уже переворочим. Прям отгибаем хорошенечко и то, что затекло и убираем. Работаем быстро на высоких оборотах. Если у вас не достает туда то здесь тогда тоненькие фрезы вам в помощь. Я на реверсе убрала эту сторону. На форварде теперь проработаю как как обычно вот эти стороны. У меня просто сразу на реверсе стоял аппарат и стала переключать. Можно просто на форварде все проработать, но опять же если глубоко сюда заходим, у нас на форварде может реверснуть по поверхности, она уже как бы у нас опиленная. Еще разочек с этой стороны прорабатываю. все вот наш торец, вот наш квадратик. Четкий красивый. Теперь мы до конца уже справились и можем работать по поверхности. чуть-чуть скругляю уголочек и здесь все. Вот такой тоненький красивый квадратик у нас получился. Теперь нам нужно доделать верхнюю архитектуру. Так. мокрый пол с отступом от кутикулы примерно полтора-два миллиметра. Да, я прям такой большой делаю отступ. Чем ближе к кутикуле, тем больше вероятность от слоек. Гели под кутикулой сильно близко к кутикуле мы не наносим. Ну и плюс получится очень плавный переход. Мы чуть-чуть с вами приподняли, да, видите, он немножечко сейчас сфокусируется, немножечко у меня теперь трапеция идет. Почему? Потому что я свободный край вот здесь приподняла чуть-чуть. Вот, соответственно, мы сейчас вот сюда положим с вами молочный гель и все будет очень красиво и не толсто. Сильно больших апексов мы не выстраиваем в принципе теперь так диктует нам сегодняшняя мода. Но и на коротких ногтях это и не нужно. Аккуратненько раскладываю материал. материал такой достаточно жиденький, да, он еще жиже у нас молочный мелкивает, поэтому работаем достаточно быстро и без переворота мы здесь с вами не справимся, потому что он у нас утекает весь, поэтому я обязательно переверну. Так, Юля, как вы относитесь к верхней форме, работаете или вы с ними, я нормально к ним отношусь, но не работаю. Вот, конечно, как преподаватель я умею ими пользоваться, но не так углубленно, как те преподаватели, которые их реально преподают. Я все-таки по нижним формам, да, я могу верхними сработать, если есть у меня такая необходимость, но я считаю, что классика все равно это нижние формы, потому что если вы умеете наращивать нижними формами, все, мы с вами вот сформировали ноготочек, видите, все-таки чуть-чуть выше надо было поставить оранжевый гель, потому что переход все равно, несмотря на то, что я сюда больше молочки положила, все равно недостаточно плавный, мне бы хотелось еще плавнее. Пока я показывала, у меня молочный сейчас стек еще раз переверну. вот насчет верхних форм, я считаю, что нижние все-таки это классика, во-первых, у нас один рулон, и мы этим рулоном можем вообще все-все-все сделать, все, что хотим, вот, может быть, да, для кого-то верхние будут быстрее, но тем не менее, нижними тоже нужно уметь работать, работать, потому что верхние они не для всего, не для всех ногтей, не для всех форм. Так что работать умею, но не преподаю, не очень эта сама техника просто импонирует, но опять же, как преподаватель, конечно, я знаю эту технику, и на переаттестациях тоже у нас часто бывает, то есть я сдаю по этой теме, естественно, тоже. Вот, ученикам могу показать быстрое наращивание линии в этом, если нужно, если совсем ученик не владеет, но есть такая потребность иногда дорастить ноготь, тоже показываю, потому что с теми учениками, которые вообще не владеют наращиванием, конечно, мастер-класс показывать по нижним формам, надеясь, что она сможет повторить это, ну, нет, на это надо поучиться, а верхними, ну, ими попроще, то есть там новичок справится. Вот. Так, я сейчас еще поставлю немножечко посушиться, потому что мы должны с вами просушить материал полностью, да, гели, лаки, гели, можно ссылку на этот товар, на кисточки, так, ну, смотрите, ссылки я, конечно, вам дать не могу, но я могу вам сказать, что это за гели, и где их можно купить. Смотрите, это гели, естественно, да, я на Эми офишу ворд сейчас, поэтому это бренд Эми, купить их можно на официальном сайте эми shop.ru, также на сейчас Валбересе и Озоне вышли, туда бренд вышел, поэтому можно тоже легко купить, сейчас у нас очень много, везде у нас есть Озон и Валберес, и также у официальных представителей дистрибьюторов в вашем городе тоже можно приобрести, то есть узнавайте, есть ли у вас дистрибьютор в городе, можете сюда написать после эфира в директ и я уверена вам подскажут и помогут в этом вопросе обязательно, вот, а так смотрите Озон Валберес эмишоп.ру вот, и по кисточкам я сейчас вам тоже расскажу, смотрите, черная линярка, которую я подправляла немножечко, да, и основную выкладку я делала, ну, к сожалению, она уже подтерлась, это овал номер 4, идеальная кисть для выкладки геля и для прокраса цветом под кутикулой, очень мне нравится, поэтому вот прям must have, у нее свободный край, этот кончик, он истончен, поэтому очень хорошо под кутикулу тоже ей красть, вот, ну, и линярочка, и она у нас для росписи идет, также ей я пользуюсь, когда гели распределяю, или же чуть-чуть можно подправить там цвет, когда мы цветом делаем, вот, вот что у нас с вами получилось, вот такой у нас квадратик, нам осталось его покрыть топом, смотрите, если у нас здесь был свободный край, но мы поднимали клюющий, выпилили, его, то нам со свободного края с внутренней стороны топом тоже нужно перекрыть, чтобы не было отслойки, многие говорят, да я и так, у меня и так, и ничего, но я вам так скажу, смотрите, мы ноготь, если выпиливаем с внутренней стороны, то он еще больше истончается, это клетки кератина, которые впитывают влагу, клиенты целый день делают уборку, или работают в перчатках, влага впитывается сильнее и быстрее в тонкий ноготь, он начинает разбухать и ссыхаться, разбухать и ссыхаться, вот это движение в течение трех-четырех недель дает нам отслойки свободного края от геля, даже с внутренней стороны, даже если мы углы с вами выпили, имейте это тоже ввиду, но сейчас я перекрывать там особо не буду, потому что во-первых, углов там и не было, а верх торца я выпилила, то есть мне там перекрывать нечего, соответственно, я сейчас буду просто покрывать прям сейчас, прям на липкий слой от геля я перекрываю топом, можно здесь не обезжиривать и ничего не пилить, если вам нравится результат, ну, вообще мы сделали выкладку начисто, потому что попилили именно свободный край, вот, но если вдруг вам что-то не нравится, вы можете обезжирить и забавить те места посильнее, где вам что-то не нравится и весь ноготь обязательно тоже просто зашлифовать, потому что в геле у нас присоединение следующего материала пойдет через зашлифованную поверхность или через липкость, вот, так, а как насчет того, чтобы после завершения работы подпилить свободный край, смотрите, вот здесь я сделала начисто уже, почему, потому что я попилила промежуток и здесь достаточно все четко ровно, но, если вам нужно попилить свободный край для четкости в конце после топа, пожалуйста, имейте ввиду только, что вы здесь выпилили свободный край и чем короче он будет, тем может толщина сильнее открыться, вот и все, просто вот этот момент учтите, а так, пожалуйста, я тоже очень люблю подпилить после топа свободный край для четкости, если вы имеете ввиду, после топа выпилить с внутренней стороны, то, ну, уже этот момент я чуть-чуть осветила, да, сейчас повторюсь, может быть, вы не слышали, я люблю выпиливать с внутренней стороны сразу, когда делаю промежуточный опил, почему, потому что у меня, ну, внимательности, я поспешила или еще что-то, мы все люди, да, может реверснуть на поверхность, на уже готовую, вот, чуть перевину, вот, фреза и по типу поверхности, это будет нехорошо, а мы такие уже топом покрыли, а для четкости, да, можно чуть-чуть, чуть-чуть пильнуть для четкости, нет ничего здесь плохого, тоже так делаю, тоже люблю четкие квадраты, тем более топ тоже немножечко может как бы создавать вот этот вот эффект уточки на торце, да, наверное, про это вы имеете ввиду, вот, просто берем в учет того, тот факт, что мы с вами с внутренней стороны выпили, и если уберем много, то откроем толщину, а нам это не нужно, сейчас чуть-чуть посушится, вот, топы, кстати, желательно тоже сушить, естественно, не меньше двух минут, ну уж здесь, я думаю, мой ноготь меня простит, для четкости, да, подставляем и прям четко, ровненько подпиливаем чуть-чуть середину, если клиент не любит четкие торцы, то тогда можно, конечно, чуть-чуть вот здесь вот скруглить капельку, но в целом квадрат у нас всегда должен быть четкий и ровный вот здесь, ну смотрите, чтобы мы с вами вот здесь вот толщину не раскрыли, так, я переживаю, не будет ли отслойки, если подпилить для четкости свободный край, смотрите, отслойок не будет, отслойиться нечем, сейчас убью, почему, пока буду объяснять, нанесу маслечко на ноготочек, чтобы красиво вам все показать, смотрите, мы с вами с внутренней стороны выпилили углы, то, что у нас отслаивается, и в любом случае я немного больше тянула на свободный край геля, чтобы чуть приподнять торец, чтобы даже на короткой длине хотя бы 2 мм внутрь и посередине выпилить ноготь, вот, то есть, чтобы у меня арка сформировалась, да, и было здесь все твердо, вот, то есть, оно даже вот не сгибается абсолютно не так, не так, вообще никак, все, у нас здесь укрепление, вот, ноготь ушел вовнутрь, его там не видно, я посередине его выпилила, а углы, либо мы выпиливаем их, либо мы их достраиваем гелем, то есть, то есть, там нет ногтя, нечему тут отслаиваться, поэтому, вот этот вот полмиллиметра, что вы для четкости подпилили, не переживайте, отслойку не даст, даже если вы перекрывали с внутренней стороны топом, не переживайте, все будет хорошо, главное, чтобы у вас не получилось так, чтобы ноготь и гель был на одном уровне, если вы чуть-чуть совсем подпилили, а потом, ну там, с внутренней стороны, да, а потом взяли и в конце подпилили длину, и у вас ноготь и гель на один уровень встал, тогда да, тогда стоит переживать, тогда у нас могут быть по углам отслойки, а если мы хорошо углы выпили, и свободный край ушел тоже туда, вовнутрь, вот, и у нас там 2-3 миллиметра у нас чистого геля только, то есть 10,5 миллиметра вообще не сыграют роли, вот такой ноготочек у нас получился, вот, делала с этими гелями в первый раз с вами, поэтому и себе сейчас намотала на ус, и вам тоже повторюсь, все-таки оранжевый чуть-чуть выше берите, потому что недостаточно плавный переход, получился, вот, мне это сейчас не очень, конечно, нравится, клиенту, думаю, тоже, наверное, не очень понравится, поэтому будем иметь в виду это вместе теперь, да, спасибо большое, что были со мной на эфире, мы с вами сейчас достроили из овала квадрат и сделали легкое омбре, все, всем спасибо, всем до свидания, и до свидания, все, я буду делать все, Продолжение следует...